Здравствуйте, в эфире студия Репортер. Меня зовут Анастасия Левкович. Сегодня у нас в гостях еще одна звезда одесской музыки. Это Слава Благов, который у нас будет снимать клип, но в том числе он привел с собой актера, который будет в нем сниматься. Это Тимур Мирошниченко. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Слава. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас на нашей студии. Слава, наверное, первые вопросы будут к вам. Во-первых, расскажите, что за клип, что за песня, как вы ее писали. Я знаю, что вы в сотрудничестве ее с известным одесситом писали. Немножко истории. Так получилось, что за последние года два такая романтическая линия идет в моем творчестве. Это очень-очень нравится слушателям. В прошлом году я поехал в первый небольшой тур по Украине. Весной был еще один тур. И вот родилась ненароком такая песня, которая называется «Невеста». Потому что каждая девушка на перспективе очаровательная красивая невеста. И это хотелось воспеть. Но еще до этого на одном мероприятии, вот общаясь с моим другом Тимуром, я его спросил, ни на что не надеясь, снимешься ли ты у меня в клипе. На что он сказал, с огромным удовольствием. И вот эта эпопея в полтора-два года сегодня началась, я так скажу. Это было ровно два года назад. На автопатии одного большого фестиваля в городе Черновцы, можем говорить. Абсолютно. Нашего друга Михаила Грицкана. Да, да. И получилось, что сегодня мы уже сняли часть клипа. Вот сразу после вашей передачи я еду еще на продолжение съемок. Ну и, конечно же, мне очень-очень приятно, что очень-очень интересные, красивые и значимые люди снимаются в этом клипе. Во-первых, это моя команда, это мой друг, замечательный исполнитель Алексей Рибоволик, замечательный актер КВНщик Вадим Легаев, ну и присутствующий сегодня наш украинский суперстар Тимур Мирошниченко. Скажите, вот когда писали песню, чем вдохновлялись и, может быть, основные мотивы песни? Одесситками. А чем Слава очень любит чай? И чаем вдохновлялись. Периодически. Нет, на самом деле, о чем чаще всего поется? Конечно, о любви. То есть вдохновляемся мы любовью, которой в Одессе очень-очень много. Вот если бы я Тимуру сказал, если бы, наверное, я жил в другом городе, он бы так не согласился бы сразу приехать. Это Козырь. Это безусловно. Одесса — это Козырь. Очень любит Одессу. Вот, ну а вы спрашивали, с кем я писал эту песню. Замечательным просто автором, моим другом Игорем Шавровым, который уже в 20 лет отметился всеми музыкальными премиями, которыми только можно. Это один из постоянных авторов Дана Балана. Он сотрудничал с большим количеством артистов. Да, и Вера Брежнева, и Дима Билан. И вот, наверное, и вот с вашим покорным слугом. Скажите, а как долго писали эту песню? Вы знаете, это, ну не скажу, что очень долго, но вот Игорь, какое-то время у него были затяжные роды текста. Месяца два, наверное, может быть, три. Но в какой-то момент его осенило, и он все выдал, и вот получилась такая вот. А как писали? Вы писали музыку, он писал текст, или вы как-то миксовали это все? Я набросал ему какой-то текст приблизительный, я сказал бы, ну, хотелось бы... Тезисный текст. Теги, амон, да, теги. Вот, я ему закинул, и он все это обрамил в поэтическую форму, в ту, которую он умеет, и получилось, мне кажется, очень здорово, звучит уже на всех радиостанциях Украины. А вот по поводу клипа, какая основная идея клипа? Связана ли она с текстом песни, или может быть, это немножко отвлеченная сюжетная линия? Вы знаете, вот я никогда ничего не скрываю, но говорят, что пора. Поэтому мы не можем раскрывать сюжет. Скажу, что Тимур играет, ну, очень-очень близкого для себя персонажа, себя. То есть, вот, собственно, да. Причем делает это невероятно. Тимур, расскажите про своего персонажа, что это за человек? Это Тимур Бирошниченко, это ведущий Евровидения, собственно. На самом деле, с одной стороны, мне никого играть не надо, потому что в этом, в буквальном смысле, это я сам. Потому что, чего уж скрывать, многие ведущие, в том числе и я, зачастую, как это называется, халтурят, ну, или работают на разнообразных мероприятиях, в том числе и свадьбах, поэтому эта тема мне тоже близка. И, в принципе, моя роль, что я встречаюсь, скажем так, с очень оригинальным организатором свадебы, такой колоритный одессит, который уже много-много в четвертом поколении, скажем так, такой ивентер. И вот он мне рассказывает, что надо будет делать. Для меня, скажем так, как для ведущего больших мероприятий, в первую очередь Евровидения, в какой-то момент становится как немножечко странным то, что он мне предлагает. Истыдным. Я бы говорю, ну как, как вы себе это представляете? Но в итоге, конечно, как, наверное, не прискорбно в этом мире, часто так бывает, побеждает бабло. И наша песня не исключительно, на самом деле. Я думаю, что Слава хоть и не хотела рассказывать о сюжете, то... Я все расскажу. Да, я просто не слушаю, поэтому... Нет, там есть еще очень-очень важный элемент этого клипа, но который мы раскрывать точно не будем, иначе не будет сюрприза. То есть все равно должен быть какой-то элемент неожиданности. Но хочу отметить, что я очень переживал, на самом деле, по поводу актерских способностей Тимура, потому что я видел большое количество мероприятий, и как огромное количество зрителей, я был безумно рад, что он был одним из ведущих Евровидения, которое в этом году нам принесла Джамала. И хочу сказать, что я был очень удивлен. То есть Тимур с экспрессией подошел, он вжился в роль, и всю дорогу практически, что он ехал с Киева, я знаю, что он изучал сценарий. То есть это... Тимур, для вас это впервые играть роль в клипе, или у вас уже есть какой-то опыт? Нет, это у меня где-то, наверное, шестой опыт именно в клипах, да. То есть помимо того, что... В моих клипах впервые. Да, в Славу... Премьера, да? Впервые, да. Этот год у меня вообще, в принципе, богат на разнообразные события, но помимо, наверное, самого основного события... Клипа Славы Благова. Потом это, конечно, само Евровидение, да, этого года. В этом году я еще снялся, вот буквально недавно тоже была премьера, в клипе Павла Зиброва. Он еще сделает клипы. Более того, этот клип буквально за два дня собрал что-то там 500 тысяч просмотров на Ютубе, то есть рвет и мечет. Я думаю, что Славе надо будет немножко поднапрячься, чтобы этот результат... Обязательно напрячь, конечно. ...хотя бы повторить. Но я думаю, что все возможно. И в начале, где-то даже не в начале, в середине этого года была еще совместная работа с группой Селфи. Очень сложная работа, потому что это две очень такие знойные красотки. Я практически в половине клипа, у меня связаны руки, и они со мной делают разнообразные там... Вы заинтриговали. Я думаю, что... Да, можно посмотреть. Да, клип я еще не смотрел, его обязательно после этого просмотрят. А песня «Гаджеты» называла. Гаджеты, да? Тимур, скажите, вот по поводу Евровидения. Вы ввели в этом году Евровидение. Я знаю, что это не впервые, не первый ваш опыт касательно этого конкурса. Вот Евровидение в этом году в Украине. По качеству оцените, оно было лучше, чем в предыдущие годы в других странах? Или совершенно другой формат? Вы понимаете, телевидение, как и шоу, индустрия, это все не стоит на месте. И понятное дело, что в принципе нельзя сравнивать конкурсы даже десятилетней давности с нынешними. Потому что просто возможности, они развиваются в геометрической прогрессии. И даже то, что там казалось невозможным год назад сегодня, это уже реальность. Поэтому, конечно, единственное, что Евровидение, которое было накануне, скажем так, в 2016 в Швеции, где, собственно, Джамала победила, это было, как по мне, лучшее Евровидение за всю историю. И вот первые мысли, когда Джамала победила, я шел брать у нее эксклюзивное интервью. Это такой подарок Европейского обещательного союза, когда комментатор страны берет интервью прямо на сцене, сразу же после завершения эфира. И я шел, вот и там 5 минут заняла эта дорога от комментаторской до сцены. И я думаю, это, конечно, все прекрасно, но как же мы сможем сделать хотя бы что-то похожее на то, что было в этом году? Было очень сложно, было очень много, понятное дело, израды и поры боги. Но в результате, мне кажется, получилось даже лучше, чем ожидал кто-либо, начиная от самих организаторов, заканчивая разнообразными критиканами, которых всегда очень много. Евровидение получилось очень здоровским. И это, на самом деле, это не только там мое мнение или людей, которые имели к этому отношение. Это мнение международной делегации, потому что международной прессы, которая после Евровидения я не встретил, я специально искал несколько недель подряд, как бы рылся в интернете, изучая разнообразные материалы по итогам Евровидения. Я не встретил ни одного негатива. Всем все понравилось. Это хороший показатель. Вот вы говорите, что в Швеции было очень классное Евровидение. А вот по какому критерию можно судить, что Евровидение действительно прошло на ура? Ну, безусловно, это очень субъективное мнение. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Ну, просто есть еще понятие использования разнообразных каких-то новинок, каких-то... Я не говорю только о технической части, да, а о том, как реализованы разнообразные идеи, разнообразные какие-то ходы, какие-то такие фишечки. В Стокгольмах было очень много такого. У нас было, допустим, поскромнее по какому-то размаху, по естественным причинам. Мы не настолько, к сожалению, пока что еще и в телевизионном, и в любом другом аспекте развитая страна, как та же Швеция. Но в то же время у нас самое главное, что получилось сделать за довольно-таки скромный бюджет, итоговый бюджет 20 миллионов евро или долларов, ну, там плюс-минус, да, получилось сделать очень качественное шоу мирового формата. Это самое главное. Скажите, вот когда Евровидение у вас проходило, вы болели как? Потому что это ваши соотечественники, и вы болели за украинцев? Или вы болели, потому что нравится какая-то музыка, и за другую страну в этом году? В этом году я не успевал болеть, потому что, на самом деле, мы готовились по последних три месяца перед эфирами практически ежедневно. И особенно последний месяц мы в буквальном смысле уже жили в Международном выставочном центре, потому что репетиции начинались с самого-самого-самого утра, там в 7, 8, 9 утра в лучшем случае, и заканчивались далеко за полночей. Оставалось буквально несколько часов, чтобы смотаться, хоть немножечко поспать, и вернуться снова в этот рабочий режим. Поэтому, на самом деле, вот, скажем так, окунулся в сами песни, я уже после того, как Евровидение закончилось, и уже там начал для себя выбирать, что это было круто, это было круто, это не так хорошо, конечно, но тоже хорошо. Скажите, вот вы, работая сейчас со Славой, вы его увидите в следующем году на Евровидение от Украины? А тебе надо Евровидение вообще? Ну, я навекаю Тимуру, говорю, ну, у тебя же там есть там завязки, ну, давай там как-нибудь, все сделай. Я думаю, мы можем с тобой подумать о дуэте, потому что я на Евровидении уже сделал все возможное. Нет, 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 вы знаете, на самом деле, я, во-первых, я очень рад за своего друга, товарища, что, являясь много-много лет неизменным голосом этого конкурса, он наконец-то появился в эфире, это было здорово, это было очень клево, и коллеги твои все это очень здорово сделали, и если кто-то думает, что подгадал я съемку клипа, именно потому, что Тимур наконец-то появился в эфире, это неправда, на самом деле, это неправда, но в тот период мы практически не связывались, потому что действительно Тимур там просто жил, я не знаю, когда он ел даже, например, понимаете, то есть он успевал воздухом подышать. Обед был по расписанию. Уже была победа. Нет, на самом деле, вы знаете, с огромным удовольствием защищать честь своей страны, это для каждого артиста огромное-огромное счастье. Если мне выпадет такая возможность, и будет подходящая песня, и Тимур поработает над моим произношением английского, вот я с удовольствием, на самом деле, с огромным удовольствием, но единственное, чтобы все честно, то есть чтобы все вот без блатов и так далее. Нет, без блатов абсолютно. Только чтобы вот все по-честному было. Да, и знаете, Настя, всегда, когда у меня там спрашивают, какой должна быть песня, или каким должен быть представитель Украины на Евровидении, на самом деле, по большому счету, это не важно, кто это будет. Потому что если артист уже выходит на сцену, он априори должен обладать разнообразными качествами, начиная от вокальных, духа и харизмы, каких-то там актерских способностей. То есть, наверное, самое главное – это песня. Поэтому слава. Вот, с 1 октября, да, до 1 октября у тебя, грубо говоря, есть время для того, чтобы создать шедевральную композицию. И далеко не обязательно, чтобы она была на английском языке. Вот сейчас Португалия выиграла с португалоязычной песней. Ну, это да, видите, было неожиданно. А песня невеста уже нельзя, да? Уже нельзя, да. Вот видите, все моменты, и песня идет там 3 минуты 30 секунд, поэтому приходилось бы... Поэтому ты знаешь правила, ты знаешь, что у тебя еще есть время. Создавайте с Игорем Шавровым новую песню и приходите на Дур. А я уже там... Постараемся. Одессе пора показать себя на Евровидении. То есть, настало время. Конечно. Я думаю, что вы как раз, когда снимете и представите клип, это будет как раз подходящее время начать думать о Евровидении. Скажите, вот когда нам ожидать ваш клип? Это хороший вопрос, меня тоже он интересен. К великому моему сожалению, вы знаете, я огромный теоретик кино и видео. А все, что касаемо... Я сегодня видел такое количество, мы увидели разных гаджетов, каких-то камер. Саша Драглюк замечательный режиссер. Оказывается, столько всего знает, столько умеет. Он одессит. То есть, это человек, который живет в Одессе, который согласился поработать и сделать из этого клипа интересную историю. Я вам более того скажу, несколько раз Саша даже выгонял Славу со съемочной площадки, потому что не давал работать. Я бежал, тыкал, видишь, в этом сериале было вот так вот. Видишь, было вот так вот. На самом деле, и, конечно, я хочу сказать просто благодарность всем тем, кто согласился принять участие, потому что, поверьте мне, один в поле не воин. Я это честно абсолютно признаю. И когда с тобой есть команда, когда у тебя есть друзья, все делать гораздо-гораздо легче. Клип когда будет, спрашивали? А я же пытаюсь только уйти. Я надеюсь, что в течение ближайших нескольких недель будет клип, потому что мне уже хочется. Те кадры, которые я сегодня видел в исполнении слегка психующего в кадре Тимура, это я, ведь я все-таки приоткрываю, да? Спойлер. Вот, да. Ну и Тимур Мирошниченко, и Вадим Легаев замечательно. Просто сыграли, это будет здорово. Должно быть здорово. Да, я думаю, что все одесситы будут ожидать этот клип. И, во-первых, потому что он снимается в Одессе, и, во-вторых, потому что Тимур в нем участвует. А я напомню, что это была студия-репортер. Меня зовут Анастасия Левкович. Оставайтесь с нами.